В 2017 году историческая часть города Видное получила статус культурного наследия. Этому предшествовала большая работа территориального общественного совета «Старый город». Основатель и идейный вдохновитель местный житель Александр Баюклин. Чуть позже он вошел в совет депутатов Ленинского городского округа по этой территории. На плечи народного избранника легла огромная ответственность. Взаимодействовать с людьми очень просто. Я один из них. Мы соседи, мы друзья. Решение вопросов зависит большей частью от властных структур. Когда там есть понимание, тогда все решается. У нас есть полное взаимопонимание и с властью, и с коммунальными службами со всеми. Вопросы, с которыми жители обращаются к своему народному избраннику, несут бытовой характер. Жилищно-коммунальное хозяйство, очереди в дошкольные учреждения, транспорт, дороги. Человек-слово. Именно так Александра Баюклина характеризуют жители. В 2021 году под его чутким руководством удалось благоустроить пешеходную зону на улице Школьная. Здесь отремонтировали тротуар, по современной технологии положили плитку, высадили зеленые насаждения. В планах продолжить благоустройство на Садовой. Сделаем маленький арбат такой наш, бедовский. Поменять заборы все, в всем старом городе в едином стиле. Отремонтировать крыши, отремонтировать фасады домов, положить красивые тротуары. Как-то есть несколько вариантов газоны вдоль дороги обустроить. И так как территория носит статус культурного наследия, сделать это возможно за деньги из регионального бюджета, что повышает шансы на осуществление задумки. Успешно функционирует и хоккейная коробка на пересечении Садовой и Детского переулка. Ее силами территориального общественного совета «Старый город» поставили еще в 2019-м, но только в прошлом году передали на баланс муниципалитета. Еще одна победа – ликвидация нашумевшего магазина на первом этаже жилого дома номер 9 по Пионерскому переулку. Местные жители просто устали от завсегдатаев гастронома, которые покупали здесь алкоголь и шли употреблять его во двор. Теперь в помещении – семейное кафе. Здесь поставлена, наверное, одна из самых передовых на сегодняшний момент систем вентиляции, которая, не вдаваясь в технические подробности, на 99% исключает вообще возможность появления каких-то запахов. Мы являемся теперь владельцами этого помещения, естественно, несем свою долю ответственности за прилегающую территорию, за уборку, за содержание здания. Хотели бы, конечно, чтобы это не только было уютно внутри, но и снаружи, потому что старый город, я считаю, является жемчужиной своеобразно видного. На радость местных жителей территорию за домом также благоустроили. Установили спортивную площадку, высадили деревья. В планах ограничить парковку автомобилей перед фасадом и сделать тротуар. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно.